А я всё слушаю-слушаю, да, и мне так интересно. Вот так она выглядит с обратной стороны. И смотрите, что я нашла в этой коробке. Платно почему-то, почему это платно? Ой, что-то здесь вылазит всё. Пару раз она мне достает руку, а материал сырой. Стены для стемпинга. Всем доброе утро, добро пожаловать на канал. У нас идёт снежок. И похоже, что он будет весь день сегодня идти. Опять уже запорошила дорожки, льда не видно. Иду как бы куда ни наступить и не подскользнуться. Я сегодня опять не выспалась. Ой, проверила, проветрила комнату, хорошо стало. Не выспалась опять. Честно, окрасилась уже здесь. Хочу посмотреть этот сериал Wednesday. Я только слушаю его. Я вот каждый раз включаю клиентка. После того, как выключаю пылесос. У меня там на фоне где-то музыка играет, пока я спиливаю, делаю маникюр. Потом я заканчиваю, выключаю пылесос. И включаю Wednesday, первую серию. Оказывается, никто не смотрел, никто не видел. Всем интересно. Все прям так залипают на этот сериал. И говорят, ой, блин, где его можно посмотреть? А я всё слушаю, слушаю, да. И мне так интересно. Хочется тоже повернуться и зависнуть. Но не могу. Ну так вот, первую серию я уже по сотому кругу слушаю. Столько много положительных отзывов про эти пилочки маленькие, которые я купила. Лиза Нейл. Я их уже положила на педикюр. Вы пишите, что хватает её на маникюр на один. Вот такой маленький. Ну попробуем сейчас. Я уже его сюда отложила. Вот так держу пилочки педикюрные, закрытые. Отложила. Сейчас возьму, попробую. У меня сейчас будет простое гель-лаковое покрытие. Я думаю, хватит вот эту вот наготовку обработать. Я сижу психую. Думаю, 10 минут. Соседка. Вот она, дверь напротив. Неужели так сложно выйти вовремя? Думаю, сейчас что-нибудь начну делать, и она придёт. Она у меня на 11.30, оказывается, записана. Какого фига я пришла сюда к 9 часам? Сейчас увидела. Думаю, дай напоминалку посмотрю вообще. Чего она ответила? Я отправляю. Я иногда даже не смотрю, чего отвечает. Она говорит, да, буду. Смотрю, время 11.30. То есть, придётся, наверное, всё-таки мне этот стемпинг делать. Пока есть время, решила вымыть сухожар, потому что вот здесь уже было всё жёлтое. Вот такая каёмочка. Это я сейчас спиртом помыла. Каёмочка ушла, но остались такие разводы, поэтому не обращайте внимания. Здесь тоже нужно сейчас помыть. Я использую вот такой спирт. То есть, на руках, оказывается, его нельзя. Это изопропиловый спирт, может вызывать аллергию. А вот для таких вот хозяйственных, ну что, он вполне подходит. Я стала замечать, что у меня инструменты, вот крафт-пакеты после сухожара, они стали более темнее. Такие они раньше были, ну, практически незаметно, что они были в сухожаре, оставались такого же цвета, вот такого светленького. Только хрустящие. А сейчас они стали желтеть. И я думаю, наверное, с этим связано то, что уже грязный сухожар. Вот чистая салфетка я протираю. Ну, я уже выдержала до этого сухой салфеткой, весь нагар убрала. Да и здесь тоже, ну, не так сильно нагорает, как вот на дверце. Дверца вообще была жёлтая. Вот осталась каёмочка. Но вот этот спирт, ну, хорошо прям убирает эту жёлтизну. И когда вот в эксплуатацию был, мне тоже менеджер сказала, ой, уронила салфетку. Она сказала, что раз в 10 дней, она говорит, нужно обязательно протирать спиртом, чтобы не было вот этих вот жёлтых налётов, нагаров. Вытащила все свои пластины для стемпинга. Какую-то коробочку здесь нашла. Я так поняла, что я это оставила, чтобы... Вообще, это краска для китайской росписи. Я не делала дизайна в этой технике. Видимо, я оставила для стемпинга. И смотрите, что я нашла в этой коробке. Тюбик закрытый. Там мембрана. Переворачиваю, читаю, тут написано зубная паста. Каким образом вот эта зубная паста дорожная оказалась здесь у меня в коробке с красками. Вопросики. Два их отпустила. Жду Анютку. Сейчас буду звонить. Договорились. Три часа. Уже 15.25. Либо она на работе ещё, либо она в дороге где-то. Прямо сообщения за сообщениями. И главное, новенькие пишут все. И ВКонтакте пишут. И в Инстаграм пишут. И в Ватсат пишут. И на рабочий телефон, который здесь, студийный телефон, который я оставляла на Яндекс.Картах. Тоже сейчас смс-ку написали. Ну и главное, все новенькие, видимо, после Нового года. Кто-то просто на снятие с маникюром, а кто-то на новое покрытие. Вот. А у меня что-то как-то и мест даже нету. Ещё эту субботу, вероятнее всего, надо будет переносить тоже на воскресенье. Если у нас там что-то сделка решится. Доброе утро. Плюс два. Классные девчонки у нас работают в пункте выдачи в Элберис. Они мне отдали мои посылки, хотя ещё полчаса у них было до начала рабочего дня. Они там до этого времени должны то, что им пришло, как бы всё провести в программе и разложить по полочкам. Но они пошли навстречу, быстренько мне выдали мои посылки. Сейчас покажу, что я заказала. Во-первых, это вот такие пособия в ЭПРке. Окружающий мир, русский язык и математика. Настя в четвёртом классе, и они сейчас готовятся к сдаче в ЭПР. Вот. И я взяла, чтобы дома с ней тоже немножко поготовиться. И смотрю, здесь написаны ответы. Я даже не видела, что здесь ответы написаны. Я думала, что я заказала такие же пособия, как и мы заказывали в школу. Давно у меня в корзине лежал клинсер вот этот от Эми. Очень нравится их продукция. Когда я начала учиться, они целую коробку материалов отправили на 14 тысяч, по-моему, или на 12. В том числе там был вот этот обезжириватель. Всё классно упаковано. Отчищает от масел, от грязи, предупреждает появление от слоек. Но действительно, с ним ногти носятся лучше. Классная штука. Взяла спонжики. 20 миллиметров. М-размер тут 25 штук. У меня там, по-моему, 3-4 штучки буквально осталось. Пришла потеряшка номер 28. Я искала базу, которая будет такая прям камуфлирующая. От этой же торговой марки заказала фрезу. У меня есть такая фреза. Она снимает прям абсолютно любой материал. Очень хорошая фреза. Вот такая у неё интересная насечка. Она снимает любой материал. Это с зелёным поясом. Там ещё такая была с чёрным поясом. А ещё я заказала диск. Также от Stalix. Но XS. Вот такая малышка для... Ой, что-то здесь вылазит всё. И коробка вся помята. Смотрите, что с ней. Вот такая малышка для обработки трещин. 130 рублей стоила. Вот эта малышка. А металлическая она стоит рублей 900 точно. Вот такая пластиковая. 133 рубля. Отдельно заказала ещё сменные файлы на неё. Но ещё в пути. Вайлбери стал часто косячить. Вот у меня слайдеры ушли в Краснодар почему-то. Не знаю почему. И вот эту фрезу они повторно заказали. Я одну штуку заказала. А она как-то тоже ушла не туда. И они, чтобы не увеличивать срок доставки товара, они взяли и заказали сами повторно. И теперь получается... Вот вторая вот она фреза, она пришла. А та, которая ушла на другой куда-то склад или куда-то она уехала, она теперь вернулась на свой склад и теперь едет ко мне. Отменить я этот заказ не могу. И получается, что вот у меня вторая фреза в пути. И ещё одна покупка. Это подставочка под чашку должна быть. Ой, она-то хорошо упакована. Но она и не дешёвая, я вам скажу. Ой, как это красивая. Памятка по уходу. Так как это изделие из дерева, то, конечно, за ним нужен уход. Да ещё и наклейки такие. Сделано с любовью. И вот она видно, что жирная бумага, потому что это дерево обработано специальным маслом. Вот она. Красота какая. Вот так ставится стаканчик. А здесь вот можно сахарок, конфетку и палочку для размешивания. Чтобы не ставить на стол, вот такая вот подставочка классная. Открыла ВПР-ку по окружающему миру. И здесь вот такой вопрос интересный. Рассмотри изображение предметов, с которыми работает представитель одной из профессий. Представители какой профессии используют в своей работе эти предметы? Какую работу выполняют люди этой профессии? Чем эта работа полезна для общества? И получается, что нужно здесь написать ответы по порядку поставленных вопросов. Вот как. Интересно будет почитать, что Настя ответит, чем полезна эта профессия. И да, действительно, здесь есть ответы. Вот в конце книжки. Вот так у меня хранятся насадки для дисков. А, вот, я-то думала, у меня совсем чуть-чуть. У меня, кажется, тут есть еще эти бафики. Вот эту вот малышку сюда. А я забыла здесь, какая гритность. А, там не указано, какая гритность. Ну, а по ощущениям, что это 180. Бросим сюда. Кстати, я не сказала. Этот диск... Диск этот 10 миллиметров был, по-моему, да. Вот этот обычный, это 20, а вот это 10. У меня сегодня одна клиентка в 11.30, но я все равно пришла к 9 часам, чтобы убраться. Поднимаю сейчас всю мебель. Вывожу все ненужное вот сюда в коридор. Поднимаю стулья и запускаю пылесос. К сожалению, я сейчас была вынуждена отменить подписку на программку записи клиентов Beauty Agent. Потому что в последнее время у них очень много стало выходить косяков. Первое, это то, что нет возможности удалить клиента, который хотя бы хоть раз самостоятельно воспользовался ссылкой и самостоятельно записался ко мне. Есть девочки, которые, они вообще уехали в другой город, в другую страну, которые не будут меня посещать, а я не могу их удалить. Потому что они раньше самостоятельно записывались ко мне, пользовались приложением. И разработчики не дают мне права удалить этого человека из приложения. Но там, получается, в моей книге записи их контактные данные. Почему я не могу их оттуда удалить? Потому что у клиентов такой возможности нет. Они вот один раз воспользовались ссылкой, записались и все, уехали в другой город и про меня забыли. Почему я не могу удалить этого человека из своей книжки контактов? Ну, книги записи, которые именно в приложении, не у меня на телефоне, а в приложении. Я писала разработчикам. Они говорят, что нет, вы не можете, потому что клиент сам записался. Он записался через сайт и он где-то у нас там остается на сайте. Я говорю, а какое вы имеете право хранить личные данные, личную информацию моих клиентов у себя на сайте? Вот, на что они мне сказали. Вы напишите список контактов, которые нужно удалить. Мы их сами удалим. Второй момент. Очень много дублирующих напоминалок стало в последнее время. То есть, вот допустим, завтра у меня записано на 11.30 девочка. И приложение мне прислало 8 подряд напоминалок о том, чтобы я напомнила ей, что у нее завтра в 11.30 запись. То есть, раньше это была одна напоминалка, то есть, за 24 часа мне приходит оповещение. У клиента завтра во столько-то время отправить ей напоминалку. Я нажимала кнопочку отправить, а она сама отправляла. Сейчас мне приходит 8 таких напоминалок на одного человека. Прямо одна за другой. Трынь-трынь-трынь-трынь. Как спам получается, понимаете? Я думаю, что это важно. Отвлекаюсь, беру телефон, а там вот этот спам. В-третьих, плохо прогружается приложение. То есть, если я хочу кого-то записать, но не все любят пользоваться приложением, кто-то мне пишет в WhatsApp. Какие есть окошки, скинь, пожалуйста. И вот, чтобы мне открыть приложение, оно в последнее время очень туго стало прогружаться. Я не могу открыть список контактов. Я не могу вывести свободное окошко. Я вот должна сидеть, ждать, пока это все там прогрузится. Это третий момент. И четвертый момент сейчас. У меня за вчерашний день, который я делала записи, вот у меня были перестановки вчера. Я две девочки из субботы переносила на воскресенье. Одну девочку я записала, новенькая. Я ее записала. То есть, я внесла ее в контакты и записала ее на 24 число. У меня нет ни одной записи. То, что я делала вчера в программе, у меня ничего не сохранилось. И хорошо, что есть WhatsApp, где я могу посмотреть ее контакты и заново внести. Я пишу в техподдержку. Сейчас написала. Я говорю, что происходит. Почему я говорю так? Вчерашние записи все куда-то исчезли. Перестановки мои все исчезли. Вот эти вот напоминалки, как спам сыпется по 8 раз на одного человека. Одновременно, моментально, 8 сообщений. Они мне написали, что какие-то там доработки, разработки были. Программу переустановили. И поэтому какие-то недоразумения случаются. Но это уже продолжается около 2-3 месяцев. И я приняла такое решение, что я отменила подписку. Потому что я также параллельно веду мастер мой профи, приложение онлайн записи. И Дики Ди Бизнес беру. Веду одновременно. Причем и там, и там бесплатно. За бьюти агент я платила по 350 рублей. Вместе там 349. Где вот из платного это только напоминалки. Хотя в том же Дики Ди напоминалки там, по-моему, 2 рубля что ли стоит. И то там можно их отключать, можно подключать, как хочешь. Ты можешь что-то делать на твое усмотрение. Единственное, что мне нравится в приложении Бьюти Агент, это их интерфейс. Я не знаю, почему другие не могут перенять их интерфейс. Это вот именно удобно. Ты видишь в качестве календаря, можешь в любой день зайти. Дикий Ди. Нету такой какой-то сводной таблицы, где можно посмотреть. Это платно. Посмотреть сводный отчет, допустим, за месяц, сколько у тебя предполагаемый доход, сколько расход. Это платно почему-то. Почему это платно? В Мой профи это тоже платно. Платный отчет, это просто сводную таблицу, чтобы открыть и посмотреть. Это тоже нужно платить. А в Бьюти Агенте это все бесплатно. И единственное, что платно, это напоминалки, которые можно так же не оплачивать и полноценно пользоваться приложением, но без напоминалок. Еще мне просили показать, как вытяжка с обратной стороны выглядит. Сейчас покажу. Вот так она выглядит с обратной стороны. Вот смотрите. Я не стала выводить вот эти воздуховоды. Можно поворачивать ее в ту сторону, можно в эту сторону разворачивать, в зависимости от того, где у вас находится вот эта вот стелочка. Видите, у меня здесь ножки, поэтому нет необходимости. То есть воздух выходит вот туда, к креслу. Если бы здесь у меня была вот такая вот доска, то, конечно, от доски бы, вот тут ноги бы замерзли. И пришлось выводить бы воздуховод вот так вот вниз, вот сюда. А так, в принципе, все удобно. Коленка мне мешает. Все выдвигается, задвигается. Вот так удобненько. Все, навела чистоту, красоту в кабинете. Теперь чистенько все убрала. Навела здесь порядочек. Все гель-лаки сложила по номерочкам. Рассортировала. Здесь у меня были и базы, и цветные гель-лаки. Я все рассортировала. Базы все теперь у меня вот здесь. Вот в этом контейнере все мои цветные базы. И здесь остались только цветники, только гель-лаки. Вот, теперь включаю себе видюшку и убираю снежинки. Как-то в этом году мало кто выбирал снежинки. Все делали практически просто однотончик и растяжку блестков. Ой, это не снежинки. Это оставляем. Убираю уже новогодние все. Я думаю, уже никто не будет делать эти елочки, эти звездочки. Поэтому убираю. И вместо этого сюда поставлю новые наклеечки. Вот такие сердечки, кругляшки, квадратики. Вот такая абстракция. Что у меня еще новенького? Листочки. Вот такие наклейки. Ощущение, что они немножко выгоревшие. Но это такой дизайн, такой стиль. Вот эти вот, типа, 80-х. Вот такое. Еще тут красивые веточки у меня есть. В общем, сейчас нужно будет заменить, убрать уже зимние. Ставить уже весенние. Субтитры сделал DimaTorzok Отпустила первую клиентку. И я нашла новую лампу. Ну как нашла? Она у меня в шкафу, вот там внизу лежала. Она абсолютно новая. Я поняла это. Так, выключись. Я поняла это потому, что там она ничем не заляпана. Но она какая-то странная. Может быть, поэтому я ее и убрала, что она странная. В общем, я не могу здесь настроить так, чтобы она реагировала на руку. Чтобы вот так вот положить. Она включилась, выгнуть руку. И она выключилась. Такого здесь нет. И она горит, горит, горит до посинения. В итоге я переключила ее на 60 секунд. То есть вот начала включать, клиентка кладет руку. Потом я начала работать и забыла вообще про эти 60 секунд. За то, что нужно включать. Она у меня стоит вот там где-то. Мне неудобно нырять, чтобы включить это все. Ну а, соответственно, клиентка, она не контролирует. Она вся в телевизоре. И ей как-то все равно. Горит лампа, не горит. Пару раз она мне достает руку, а материал сырой. Кнопочки без конца. Нажмите кнопку. Нажмите кнопку. Конечно, это не работа клиента. Это работа лампы. Лампа должна работать, включаться, выключаться. Она вот так вот капризничает. Чего с ней не так? Я не могу понять. То есть это вот включил. Она горит. Она должна выключиться сейчас. Так же выключаешь ее. Почему она так делает? Вот мощность понизила. В общем, какая-то она странная. Но я ее оставляю, потому что... Не знаю почему. Потому что, наверное, пора лампу мне обновить. Пусть стоит. Самой, что ли, им включать. Тогда сюда нужно поставить поближе ко мне, чтобы я щелкала ее без конца. Что с ней не так? Ну, подсказывайте. Что-то я растерялась совсем с этой лампой. У меня не было здесь два дня. Я полила все цветочки. Даже свой вот этот маленький кактусик, который мне Таня подарила. Ну, а на сегодня я отработала. У меня сегодня была одна клиентка. Завтра у меня должно было быть две. Я их перенесла на воскресенье, потому что, возможно, завтра мы пойдем на сделку. Я буду держать кулачки, чтобы у нас ничего не сорвалось. Чтобы продавец был в адеквате. Чтобы риелтор был в адеквате. Чтобы они себя вели подобающим образом. Чтобы никаких сюрпризов не было. Все. Я собираюсь, иду домой. Субтитры сделал DimaTorzok